Уважаемые коллеги, сегодня мы вас собрали и пригласили для того, чтобы встретиться с Владимиром Николаевичем Шапкиным, нашим депутатом. Хотели бы побеседовать с ним о прошедшей пятилетке, которую он честно прослужил и проработал. Разговор в общественной палате округа получился информационно насыщенным. Депутат Владимир Шапкин рассказал, что за последние пару месяцев в общей сложности провел 127 встреч с жителями и выслушал все те вопросы и проблемы, которые их волновали. Так, начиная с 2016 года в Московской области, в том числе и в городском округе Щелково, было реализовано множество программ, направленных на улучшение самых различных сфер жизни. В Подмосковье было отремонтировано 890 учреждений здравоохранения. Полностью закрыта программа охраны материнства и детства. Построено три перинатальных центра и девять родильных домов. Также медицинские учреждения пополнились новым необходимым оборудованием. За этот пятилетний период 1300 комплектов тяжелого медицинского оборудования поставлены в медицинские учреждения в Московской области, в том числе и в городской округ Щелково. Заработал у нас КТ, который, кстати говоря, пандемийный год. Нам очень помог, мы никуда больных не возили. Это единственное средство точной диагностики коронавируса. Сейчас поликлиники, и мы с местными депутатами ходили, у нас УЗИ поступили, мамографы. Сейчас рентгеновское оборудование меняется. В сфере образования также произошли значительные изменения к лучшему. В регионе построено 137 детских садов, пять из которых в городском округе Щелково. Появилось 112 новых школ, три из которых относятся к нашему округу. Полным ходом реализуется масштабная программа «Городская среда». В нее входит множество подпрограмм. Это благоустройство дворовых территорий, ремонт подъездов, решение проблемы парковочных мест, чистая вода, освещение, безопасность в городе и многое другое. Депутат отметил, что за пять лет проделана действительно большая работа, но еще много планов впереди. Члены общественной палаты в ходе встречи могли задать депутату интересующие их вопросы, на которые Владимир Шапкин также постарался ответить. Так, например, один из вопросов касался микрорайона Жигалова. 8 марта с 29 и 25 на территории двора. У нас проблемы там с детской площадкой спортивной для подростков. У нас есть программа губернаторская, спортивные детские площадки, комплексные. Поэтому напишите мой адрес, просьбу, я ее переправлю в Министерство благоустройства своим сопроводительным, и в администрацию в том числе, чтобы имели в виду на следующий год. Подобные встречи проводятся между депутатами и членами общественной палаты на регулярной основе. Ведь важно не только подвести итоги проделанной работы, но и сконцентрироваться на том, что еще предстоит сделать. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok